Нерушимая связь. Делегация из города Побратима Рыбинска посетила Бобруйск. Надеюсь, что наши связи будут продолжаться. Чем ознаменована встреча? Словно 9 жизней бобруйские милиционеры спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна. Безвыходная ситуация или пьяный угар? Без срока давности Бобруйск почтил память узников фашистских концлагерей. Мы должны помнить те события, которые происходили на территории нашей страны. Чему учит история? А также космические достижения, поддержка предпринимателей и майский уикенд. Белжида на предстоящие праздники назначила 96 дополнительных поездов. Куда отправятся составы? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Герой нашего времени, самолет с белорусским космонавтом, приземлился в столичном аэропорту. По возвращении первым делом Марина Василевска отправилась к президенту. Во Дворце Независимости во время церемонии вручения госнаград Александр Лукашенко обратил внимание. Последние две недели страна жила под одним лозунгом. Девизом «Идей» – «Космос наш». И подчеркнул, этот полет на МКС вывел Беларусь на новый уровень участия в космических программах. Это только начало твоей миссии. Я знаю, что такое быть первым. Сегодня ты вошла в каждую белорусскую семью. Во все те семьи, которые наблюдали за тобой, переживали вместе с тобой, с твоими родителями. Момент внезапной славы – это новый груз ответственности. Очень тяжелый груз ответственности, который тебе придется нести уже всю жизнь. Я уверен, ты справишься. Глава государства вручил Марине Василевской государственную награду Героя Беларуси. Это высшее звание, которое присваивает за заслуги, связанные с совершением подвига. Без должных почести не остались организаторы полета и родители-покорительницы космоса. В их сторону направлены президентские благодарственные письма. На краю в Бобруйске милиционеры спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна. 10 апреля в дежурную службу милиции поступило сообщение от обеспокоенных прохожих. На том конце провода сообщили – пьяный мужчина выбил стекло и сел на окно шестого этажа. На месте сотрудники патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками МЧС и медиками определили план действий. Один милиционер поднялся по пожарной лестнице, другой в это время направился в подъезд. Несмотря на угрозы спрыгнуть вниз при попытке приблизиться, специалисты предотвратили трагедию. Ранее 42-летний мужчина, как сообщается, уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Дополнительный состав, временные неполадки и отечественная инновация. Белорусские ученые разработали интеллектуальную систему обработки рентгеновских изображений. Когда запуск? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Беларуси установили лимиты выручки для получения господдержки малого бизнеса. Соответствующее постановление появилось на национальном правовом интернет-портале. Обратиться за помощью могут индивидуальные предприниматели с показателем до 552 тысяч рублей, микро- и малой организации до порядка 4 и чуть более 14 миллионов. Экспорт продукции предприятий Белгоспищепрома за первый квартал 2024 вырос более чем на 25%. Показатели говорят о востребованности и правильном курсе наращивания конкурентоспособности. Плюс ко всему, концерн запустил проект «Зробим разом», который направлен на популяризацию отечественного товара среди населения. Белорусские ученые разработали интеллектуальную систему обработки рентгеновских изображений. Она уже прошла практически все необходимые испытания и показала свою работоспособность. Запустить новинку планируют в 2025-м. Однако отмечается – разработка не автоматическая диагностика, а подспорье для врача, который ставит диагноз. БелЖД на предстоящие праздники назначило 96 дополнительных поездов. Составы будут курсировать в межрегиональном и международном сообщении с 26 апреля по 15 мая. Наибольшее количество транспорта предусмотрено на Радуницу. Продажа билетов открыта. Уже реализовано более 100 тысяч проездных документов. Ночью 12 апреля в Беларуси могут не работать банковские карты. Временные трудности возникнут из-за работ на аппаратно-программном комплексе процессингового центра. В промежуток с 3.20 до 6.30 возможны кратковременные перерывы в обслуживании кредиток, а также в сети организации торговли, пунктах выдачи наличных, банкоматах. Боль, которую помнят. Находясь в эпицентре войны, Беларусь потеряла свыше 2 миллионов человек. Окупанты сожгли и разрушили 209 из 270 городов и районных центров. Более 11 тысяч сел и деревень. Каждый день, каждую минуту в Беларуси убивали людей, сжигали живьем, отправляли в газовые камеры. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Тростенец, Азаричи, Красный берег, Лупалово. Печально известные лагеря смерти, где нацисты зверски уничтожили сотни тысяч людей. Всего на территории Беларуси существовало более 560 лагерей. Человеческая память должна оставаться и мы должны помнить те события, которые происходили на территории нашей страны во время Великой Отечественной войны. В годы оккупации мы должны не забывать и каждый год носить, безусловно, цветы к памятникам погибшим. Всего на территории нацистской Германии и оккупированных ею стран во время Второй мировой войны действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. 11 апреля это дата скорби, печали. Только сохраненная память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории. Я, Беларусь, и ты будешь со всеми разом. Для Беларуси это была не просто Вторая мировая война, а Великой Отечественной. За свою свободу, за свою государственность, за свою землю. Делегацию из города Побратима Рыбинска приняла 35-я школа имени почетного гражданина Бобруйска, дважды Героя Советского Союза Павла Батова. Для гостей была подготовлена обширная программа в ответ на радушную встречу подарки от россиян. Дружеской атмосферой прониклась Елизавета Липеева. Живая память. На территории 35-й школы уже несколько месяцев к ряду гордо возвышаются берёзы, липа, дуб с родины Павла Батова Рыбинска. Гости из страны соседки вместе с руководством Бобруйска продолжают славную традицию, расширяют парк дружбы народов. Работа кипит под солнечными апрельскими лучами, саженцы кленов моментально заполняют лунки. Имя человека, который отдал свою жизнь за родину, за отчизну, за то, чтобы мы с вами жили, оно живо, по крайней мере, в том, что мы продолжаем дела. Они погибли для того, чтобы мы сегодня жили честно, трудолюбиво. И вот, наверное, и посадка деревьев – это продолжение жизни, потому что посадить дерево, вырасти сына, да, построить дом – это часть нашей вообще человеческой жизни. В рамках проекта «Вахта памяти. Гор с земли». Делегации из Рыбинска продолжают погружаться корнями в историю в актовом зале. У представителей различных сфер деятельности одна благородная цель – сохранить историю о герое. Важный диалог разворачивается с учащимися школы. Ребята увлечённо слушают, задают вопросы. Прекрасные дети, замечательный мальчик, который пел на белорусском языке. Это вообще вот что-то, не знаю, тоже тронуло душу. Надеюсь, что наши связи будут продолжаться. Очень хочется приехать к вам на день города и продолжить наше сотрудничество. От Крыма до победы генерал Батов. Моноспектакль – подарок гостей страны-соседки трогает до глубины души каждого зрителя. На сцене от «Ада Я» звучит история героя о сложном пути, подвигах, силе духа. Символично актёр Рыбинского драматического театра однофамилец Павла Ивановича. Мне очень понравилось выступление. Очень интересно было узнать историю Павла Ивановича Батова, в честь которого называется «Наша школа». Ответы на вопросы мне тоже очень понравились. Было очень интересно и познавательно. Мы, конечно, изучаем биографию Павла Ивановича Батова, но именно в таком формате было очень познавательно на это посмотреть. И большое спасибо гостям из Рыбинска. Мне очень понравился спектакль. Меня сильно впечатлила сама постановка. Она была трогательная, она была познавательная, интересная. Полезно такое узнавать, особенно нашему поколению, ведь это надо распространять дальше, чтобы люди знали свою историю. Но и на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Делегация преподносит целый чемодан ценных подарков. Уникальные печатные издания-сувениры займут почётное место в учреждении образования, станут проводником в углублённое изучение истории. Сегодняшний визит ещё раз подчёркивает нерушимость братских и дружеских связей между городом Бобруйском и городом Рыбинском. Хоть наши школы и находятся в разных городах, но у нас одна общая цель – воспитать достойных граждан своей страны, воспитать достойных патриотов. Щедрых гостей с пустыми руками не отпускают. В Рыбинск делегация увозит символ города на березине бобра из глины, сделанного руками учащихся школы. Но самое главное – у каждого в сердце остаётся приятное послевкусие от гостеприимства Бобруйской земли. Ещё больше в визите гостей покажем в воскресенье в 20.30 в итогах недели. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Здесь живёт история. Как быстро найти нужную информацию, восстановить своё генеалогическое древо, Зональный государственный архив Бобруйска готовится к юбилею. Что прячется за стеллажами, расскажет Виталий Гаврусев. Здесь кладезь разной информации, научных знаний, житейских, детективных, поучительных историй, сведения, которые помогут оформить льготную пенсию или подтвердить наличие какой-либо принадлежавшей предкам собственности, земли, дома, мельницы, документы о судьбах людей и ещё многое другое. И всё это хранится, оберегается, изучается. Архив занимается, в общем-то, исполнением запросов социально-правового характера. Это очень широкий спектр вопросов. Это и вопросы, связанные с работой граждан, с подтверждением стажа, с подтверждением работы в колхозе, с подтверждением нахождения в декретном отпуске для женщин. Обращаясь к архивной информации, мы получаем возможность узнать важнейшие факты и начать взглянуть на события прошлого. Посетители архива в Бобруйске всегда приветливо встретят в обновлённом читальном зале. В конце 2023 года, благодаря поддержке Министерства юстиции, Республиканского унитарного предприятия «Бел Юрообеспечение», Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, нам была оказана спонсорская помощь на ремонт читального зала. Архив – это конечная точка, последняя инстанция, в которой можно получить подлинную информацию, которая вас может обрадовать или огорчить. Стараемся работать так, чтобы как можно меньше было таких случаев. Но порой бывают от нас независящие обстоятельства, потому что если в документе не указано что-то, не прописано, то архив, к сожалению, ничего изменить не может. Указывать так, как есть. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы помочь гражданам. Любой официальный документ прошлых лет может сослужить историческую службу, подчас очень важную. Виталий Гаврусев, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. НАТО в поисках врага. Подтвердится ли диагноз истерия в острой фазе? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс» не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»